В Ямало-Ненецком автономном округе началась промышленная добыча углеводородов на третьем участке Ачимовских залежей у Рингойского месторождения. Его начальные геологические запасы составляют свыше 200 миллиардов кубометров газа и около 68 миллионов тонн конденсата. Накануне здесь запустили в эксплуатацию большой производственный комплекс. Его сердце – установка предварительной подготовки газа мощностью 5 миллиардов кубометров в год. Всего в составе комплекса более 100 объектов для приема, подготовки и отгрузки углеводородов. Старт работе промысла дали председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и председатель правления компании «Газпромнефть» Александр Дюков. Работа с глубокими залежами нам, конечно же, позволяет получать дополнительные объемы углеводородов, это и природный газ для поставки потребителям в России. И это, конечно же, жидкие углеводороды, которые являются ценным сырьем для нефтехимии и нефтепереработки. Ачмовские горизонты залегают на глубинах свыше трех тысяч метров и имеют гораздо более сложное геологическое строение по сравнению с традиционными Синоманскими и Воложинскими толщами. Как рассказал Александр Дюков, ключом к качмовским залежам послужили инновационные инженерные и цифровые решения, а также компетенции компании по разработке сложных запасов. Добиться нам этого, конечно, помогло широкое применение целого ряда современных технологических решений. Это, конечно, и высокотехнологичное бурение, которое позволило нам строить горизонтальные скважины с большой протяженностью ствола. Это и многостадийные гидроразрывы, которые позволяли повысить подвижность углеводородов в пласте. Это, конечно, и применение наших цифровых решений и цифровых инструментов. При реализации проекта специалисты применили методику продолжительной опытной эксплуатации пробуренных новых скважин. Это позволило снять геологические неопределенности и подтвердить добычные характеристики скважин. Особенностью подхода к освоению участка 3А стала ранняя монетизация газа и конденсата. Важно, что все работы велись без негативного воздействия на окружающую среду. С помощью собственных программных комплексов мы в короткие сроки определили оптимальный сценарий разработки с учетом синергии с инфраструктурой «Газпрома» и сложной геологии. Специалисты просчитали более ста вариантов обустройства участка. В итоге, в конце 2021 года заместителем председателя правления «Газпрома» Виталием Маркеловым была утверждена базовая концепция освоения участка 3А с началом поставки продукции в 2024 году через инфраструктуру дочерних обществ «Газпромдобыча уренгой» и «Газпромпереработка». Проект удалось реализовать всего за три года. Ускорить строительство позволило использование блочно-модульного подхода. Сложное технологическое оборудование поставлялось от производителя в максимальной заводской готовности. В результате объем строительно-монтажных работ в полевых условиях, трудозатраты на строительные площадки и сроки монтажа без потери качества были сокращены в 4-5 раз. Стоит отметить, что все основное задействованное оборудование произведено на отечественных предприятиях. Уренгойское месторождение – одно из крупнейших в мире по начальным запасам углеводородов. «Газпром» ведет добычу здесь последние 46 лет. 15 из них самостоятельно осваивает «Ачимовские залежи». В настоящее время доля газодобываемого из этих глубинных горизонтов превышает 35% от всего объема добычи дочернего общества «Газпромдобыча уренгой». Освоение Ачимовской толщи уренгойского месторождения продолжается и определяет его развитие на многие годы вперед. Начало полномасштабной добычи на участке 3А уренгойского месторождения позволило группе «Газпром» наработать новый ценный опыт и углубить понимание геологических особенностей региона, что позволит эффективно работать и с другими ачимовскими залежами в Западной Сибири.